В области ведутся специальные переговоры о строительстве ферросплавного завода. Вчера первый заместитель Акима области Нуржан Калиндера встретился с представителями индийской компании Манет Групп. Связи между Индией и Республикой Казахстан развиваются всесторонне. Одним из проявлений является желание индийских предпринимателей работать в Жамбулской области, в актовом зале Международного Тарасского инновационного института имени Щерхана Муртазы. Заместитель Акима области встретился с представителями индийской компании Манет Групп. Нуржан Календеров отметил, что наша сторона готова оказывать всяческую помощь, так как проект внесет большой вклад в экономическое развитие региона. А на территории Жамбульской области сосредоточено 72% балансовых запасов фосфоритов. Сегодня компания отметила, что при успешной реализации данного проекта у них есть огромные планы. Они Жамбульскую область уже изучают, можно сказать, уже год и видят огромный потенциал в Жамбульской области. И готовы реализовывать и другие проекты. Они у себя в Индии добывают не только полезные ископаемые, но и проводят добычу и обогащение полезных ископаемых в качестве угля. Индийская компания рассматривает возможность строительства металлургического завода по выпуску ферросилиция в нашей области. Мощность производства составит до 15 тысяч тонн в год. С последующим увеличением мощности до 50 тысяч тонн. На строительство завода будет выделено 250 миллионов долларов. Он будет построен в два этапа. Основные направления деятельности включают производство и маркетинг губчатого железа, стали и ферросплавов. Мы приехали в Казахинвест. Компания делает замечательную работу в Индии. Она приглашает людей в Казахстан, чтобы создавать предприятие. Эта идея пришла года три назад, когда они приехали в офис в Индию с предложением инвестировать в Казахстан и создать такую же компанию. Потому что в этой стране много возможностей, включая электроэнергию, чему мы очень рады. В конце мероприятия был подписан двусторонний меморандум.